Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайко посетил с рабочей поездкой Карачево-Черкесию. Какие вопросы обсудили на встрече? С сегодняшнего дня у работающих пенсионеров увеличилась пенсия, а об августовском перерасчете рассказал руководитель регионального отделения социального фонда. Поврежденные скульптуры, поломанные карусели, пропавшие урны и зеленые насаждения, испорченные памятные места и все это работа вандалов. Выставка полотен Эдуарда Хавцева открылась картиной галереи Черкесской. Работы молодого художника можно посмотреть до 2 сентября. Здравствуйте на телеканале Россия 24 вести Карачева-Черкесия. Накануне с рабочей поездкой Карачева-Черкесию посетил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайко. В ходе двусторонней встречи глава региона проинформировал Юрия Яковлевича об итогах социально-экономического развития республики за первое полгодие 2024 года. Отдельное внимание было уделено ключевым направлениям бюджетной политики. Также речь шла о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей, что является особой зоной ответственности органов государственной власти всех уровней. Что касается экономики, то по всем основным показателям в промышленности, сельском хозяйстве и туризме мы видим уверенный рост, отметил Юрий Чайко. Завод Домоте запустил новую консервную линию. Увеличилась мощность производства консервов до 2 миллионов банок в месяц. Это позволит производить до 24 миллионов банок в год. Сумма инвестиций составила порядка 15 миллионов рублей. За производством консервов наблюдала Мадина Каракетова. Лидия Кимкетова в Домоте не работает еще и года, но уже на хорошем счету как грамотный специалист. Лидия называет себя контролером веса, то есть она контролирует, взвешивает наполненные банки. Банка должна быть определенного веса. Если меньше, я добавляю, если выше, я убираю. Она должна идти в богосту. Мясные консервы проходят все этапы также ответственно. Этим и объясняется их неповторимый вкус и качество, которые уже оценили потребители. Консервную продукцию Домоте стала выпускать летом 2023 года. Проект, как говорится, стрельнул и ровно через год компания значительно увеличила мощность производства. Мы увидели, каким спросом пользуется продукция и руководством компании в оперативном режиме было принято решение о модернизации данного цеха. Соответственно, путем замены нескольких единиц оборудования, автоматизации некоторых этапов производства продукции. На выходе мы получили производство, способное выпускать 2 миллиона банок в месяц или 24 миллиона банок в год. На первоначальном этапе? На первоначальном этапе мощность этого цеха была порядка полумиллиона банок в месяц. Модернизация оборудования позволила увеличить скорость линии. Дополнительно приобрели этикетировщик, банкомойку, дозатор и закатку пустой банки, мясорезку, которая также упрощает процесс и позволяет в конечном итоге быстрее заготавливать сырье и, что немаловажно, обеспечить точность его нарезки. После того, как банки наполнили с учетом всех требований и стандартов производства консервированного мяса, их отправляют на дополнительную стерилизацию. В эту смену за жесткую тепловую обработку, которая в полной мере обеспечит гибель не образующей споры микрофлоры и гарантирует стойкость консервной продукции при длительных сроках хранения, отвечает Иван Кравчук. Мы производим варку продукции. В течение двух часов у нас идет стерилизация. После чего мы выдаем уже готовую продукцию на участок упаковки и маркировки. Эти мясные консервы можно смело хранить до двух лет. В качестве сырья для консервов Дамате используют собственную баранину и индейку. Работает цех по производству консервов ежедневно, без выходных. В одной смене задействованы порядка 35 человек, рассказывает генеральный директор завода ООО «Кавказмясо» Харун Гидиев. В планах компании дальнейшее развитие производства консервов. Я так думаю, это еще не последний этап модернизации, увеличения мощностей производства. Почему это происходит? Потому что наша продукция, она соответствует всем требованиям качества продукции. Само производство отличает всем требованиям пищевой безопасности. Очень хорошие отзывы от покупателей получаем. На текущий момент мы выпускаем ассортимент баранину тушеную, баранину классическую, также индейку классическую и индейку по-домашнему. В планах есть запустить также производство консервов из говядины. Консервные продукты Дамате выпускаются под брендами «Базарка» и «Индилайт». Все сертифицировано по стандартам халал. Мадина Каракетова, Олибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. С сегодняшнего дня, 1 августа, у работающих пенсионеров увеличилась пенсия. Корректировка выплат коснулась всех получателей пенсии по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели платили страховые взносы. Выплаты также увеличат получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека. В связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначений выплат. До 1 августа отделение Социального фонда России по республике завершило доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенных в течение прошлого года. В Карачаево-Черкесской республике автоматически пересчитаны пенсии более 25 тысяч работающих пенсионеров. Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсии, отделение проводит автоматически. Поэтому не нужно никуда обращаться к пенсионерам, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги с перерасчетом будут перечислены пенсионерам Карачаево-Черкесской республики в августе по стандартному графику. Для этого специалисты отделения Социального фонда республики в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат. В отличие от традиционных индексаций, при которых пенсии повышаются на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионеров. Чем она выше, тем больше будет пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Помимо повышения страховой пенсии с 1 августа также увеличится размер выплат пенсионных накоплений, накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. В наших выпусках мы не раз рассказывали о благоустройстве региональной столицы. Вот только далеко не всем преображение Черкесии приходится по душе, и они вносят негативную лепту в облик города. О том, как минимизировать последствия от набегов вандалов в сюжете корреспондента Артура Мхц. Один любит проехаться на спор по ступеням парка «Зеленый остров». Другой проверяет на прочность детскую или спортивную площадку. Третий демонстрирует грамотность на памятном месте. Подобные акции вандализма, а также молчание очевидцев недвусмысленно намекают, что жителям Черкеска благоустройство не нужно. Части людей, видимо, нравится существовать в том мире, где нет комфорта и красоты. Взять общественные территории. Уж сколько раз обслуживающей их организации приходилось заменять порванные провода, тренажёры, скамейки и не сосчитать. Осознанный вандализм – это когда люди приходят готовы с инструментом заведомо что-то поломать. К сожалению, это встречается. Поломать или украсть. Вот, допустим, если мы возьмём, перед телевидением есть парковая зона детская такая. Там стоит медведь и медведица. Стоял до этого олень. То есть кто-то пришёл с пилой, отпилил оленю рога. И в тот день, когда мы уложили резиновое покрытие, в тот же день она была украдена. Мы передаём на баланс, допустим, управляющим компаниям игровое оборудование. Да, они за этим следят. То есть текущий ремонт, да. Но если какой-то вандализм, ну и управляющие компании это не особо интересно, потому что лишние расходы. Ну и жильцы, конечно, возмущаются. Поэтому тема острая. То ограда вдоль проезжей части пропадёт, приходится ловить нарушителей и попутно устанавливать новые конструкции. То цветы или саженцы деревьев кто-то отправит свой палисадник. И коммунальщики вынуждены оперативно искать замену. То у скульптур появляются повреждения, несовместимые с презентабельностью. И ведь находятся те, кто видит рукотворные памятники бескультурью, но молчит. Может, их тоже всё устраивает. С вандализмом сталкиваемся регулярно. Бороться с этим. Ну есть пассивные методы, будем так говорить, видеонаблюдения. Активность граждан, которые наблюдают за предовой территорией. Это работа, в первую очередь, в семьях, потому что зачастую, допустим, тоже игровое оборудование, которое стоит на детских площадках, оно предусматривает какую-то возрастную категорию, допустим, 5+. А когда на него, допустим, заходят дети, там, 13+, ну, никакое оборудование не выдержит. Испорченные осветительные приборы, поломанные карусели, пропавшие урны и зелёные насаждения. У каждого из подобных случаев есть, скажем так, свои авторы. То есть те, кому благоустройство в Черкесске безразлично, если не сказать противно. Лишь бережное отношение жителей к создаваемому для них комфорту, отстаивание имущества перед вандалами, повсеместная установка камер в виде фиксации нарушений способны изменить ситуацию в лучшую сторону. Артур Мхцемиха Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия. Быть художником – значит верить в жизнь. В картинной галереи Черкеска открылась выставка художника Эдуарда Хавцева. Его творчество – это яркий пример того, как человек может молча выразить своё внутреннее состояние на холсте. Что вдохновляет молодого художника на создание картин в стиле авангарда, расскажет Майя Хамдухова. Закрывать глаза, чтобы видеть, творить и создавать – высшая степень искусства. Как и у любого художника, композитора или поэта, композиции рождаются из эмоций к определенным событиям в жизни, из любви к природе, разочарованием и даже потери. Эдуард Хавцев – молодой художник, который видит мир через призму собственного восприятия. Для него важно, чтобы зритель увидел в картине отражение себя самого – частицу собственной души. Взяв в руки кисть и акварель, я могу передать то, что нельзя сказать словами. Делится автор картин, представленных в картиной галереи Черкеска. Только так могу выразить все, что иногда не могу сказать, не всегда могу объяснить. Вот выражаю так. Для многих, наверное, это все-таки непонятно. Все какой-то ищут двойной смысл или еще что-то. Ну, я не знаю. Это мое отражение событий. На выставке картин в стиле авангард присутствовали почетные гости, среди которых был министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агербов. Он высоко оценил творчество художника и предложил различные идеи для дальнейшей реализации картин. Ведь для ценителей искусства и самого автора очень важно сохранить тот самый художественный стиль, который отразился в памяти как отрывок из собственной жизни. Глядя на работы, я думаю, что абсолютно легко будет сделать вот эти работы популярными, потому что в них во всех виден стиль, в них во всех видна применимость. Это вполне могут быть и дизайнерские работы, скажем так, дизайнерные вещения, это могут быть и тематические работы. Каждая композиция художника состоит из симбиоза множества деталей, оттенков, контрастов, которые сливаются в один общий образ с глубоким философским смыслом. Такой необычный стиль привлекает внимание и толкает на самый популярный вопрос. Что же вдохновляет создателя таких сюрреалистических шедевров? По словам самого автора, секрет вдохновения очень прост. Это любить и принимать жизнь такой, какая она есть. Ведь каждое событие в жизни можно сохранить не только в памяти, но и на бумаге. Как вообще создавался такой шедевр, такая картина? Ну, не знаю, мне как художнику очень сложно что-то объяснять. Я рисую без эскизов и без заранее какой-то подготовленной темы, поэтому они у меня все... Получается, сели и нарисовали, да? Да, все нарисовал. У меня нет ни замысла, я ничего не планирую. Оно как-то льется потоком. Примечательно, что у Эдуарда нет художественного образования. Он по большей части художник-самоучка. Но многие его работы хранятся в частных коллекциях, а некоторые уже отправились в другие страны. Творчеством художника все чаще интересуется молодое поколение. Сам автор очень трепетно относится к тем, кто только учится рисовать. Но сам бы не хотел обучать других. Художник считает, что занимаясь академизмом, теряется харизма. Майя Хамдохова, Михаак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Отметила свой юбилей заслуженный журналист Карачаева-Черкесии, главный редактор газеты «Черкесхэку» Люсана Абедокова. Об отношении к юбилейным датам и своем творческом пути Люсана рассказала нашему корреспонденту Белле Джозаевой. Интервью смотрите далее. Продолжение следует...